14 апреля прошла пресс-конференция министра транспорта ДНР Семёна Кузьменко и министра по чрезвычайным ситуациям ДНР Алексея Кострубицкого на тему восстановления объектов. МЧС ДНР в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие основные функции по Центру управления восстановлением. Первое. Это разрабатывает и представляет главе ДНР в Совет Министров проекты законов, нормативных правовых актов, касающихся деятельности с гуманитарным грузом. Организует направление координацию деятельности работы с гуманитарными грузами и осуществляет координацию деятельности работы с гуманитарной помощью. На данном этапе мы проводим инвентаризацию остатков гуманитарной помощи, находящихся на складах республиканских органов исполнительной власти с привлечением сотрудников других министерств. Относительно объектов, подлежащих восстановлению, по словам главы МЧС ДНР Алексея Кострубицкого, на балансе у Министерства по чрезвычайным ситуациям находится всего 31 объект. Своими силами сотрудники МЧС восстановили уже порядка 8 объектов. Что касается вопроса разминирования сельскохозяйственных полей, глава МЧС отметил, что на территории республики необходимо разминировать 76 полей для проведения пассивной кампании. По поручению главы ДНР планируется реформирование существующего аварийно-спасательного отряда, специального назначения в республиканский спасательный центр, в состав которого и в структуру которого будет входить отряд пиротехнических работ штатной численностью около 300 человек, плюс 300 человек это состав аварийно-спасательного отряда, прежней численности был. Всего будет в республиканском центре 600 человек личного состава. В составе отряда планируется введение групп пиротехнических работ численностью 225 единиц и водолазно-пиротехнической группы численностью 16 единиц, где планируется введение должностей саперов и водолазов-саперов. В настоящее время группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения состоит из 16 человек, и если на них возлагать функции сплошного разминирования, этих сил явно недостаточно. Поэтому главой принято такое решение, и этот центр в течение 10-12 дней будет начинать комплектоваться. Личный состав, который будет набираться в этот спасательный центр и центр проведения пиротехнических работ, будет проходить обучение в нашем учебно-методическом центре, и будет после этого получать документы о том, что люди допущены к проведению пиротехнических работ по разминированию. И для информации, за прошедшую неделю группа пиротехнических работ была выявлена, изъята и вывезена по другую площадку 277 единиц зероопасных предметов. Также глава МЧС ДНР отметил, что работы проводятся и на кладбищах республики. Их сотрудники МЧС проверили, но гарантировать открытие всех кладбищ на поминальное воскресенье глава МЧС не может, так как не на все кладбища есть доступ, а некоторые и вовсе находятся на линии разграничения вооруженных сил ДНР и Украины. Также на данный момент в ДНР по железнодорожным мостам в ходе боевых действий было разрушено 37 мостов, из них 27 сейчас по временной или постоянной схеме уже восстановлены и работают. По 10 оставшимся мостам ведутся комиссионные институты, ведут заключение обследования. Относительно города Дебальцево работы ведутся в полном объеме. Мы хотели бы поблагодарить Министерство по чрезвычайным ситуациям ДНР за помощь оперативной в разминировании объектов инфраструктуры Дебальцево. На данный момент всего по дороге запланировано 258 предприятий к ремонту, из них уже приступили по 235 к восстановительным работам. Два объекта уже сданы, на 21 объекте работы пока не ведутся, в силу того, что пока не обследованы и на некоторые из них нет доступа. Относительно работы Автодоры уже полностью осмечен подготовлен ямочный ремонт, выявлены все дефекты, которые нам потребуются ко дню Республики восстановить. Готовится запуск Харцизского асфальтного завода. Алина Черняева, Павел Припа, Новороссия ТВ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»